Сегодня Виктор Степанович Гребенников известен не как ученый, сделавший значительный научный вклад в изучение насекомых, а как изобретатель некой антигравитационной платформы, позволяющей ему перемещаться в пространстве со средней скоростью 1200 км в час. Созданная им антигравитационная платформа уже более 20 лет интригует изобретателей со всего мира. Удивительное открытие произошло летом 1988 года, когда ученый разглядывал в микроскоп хитиновые покровы майского жука. Его поразил узор на внутренней стороне крыла. Это была упорядоченная, словно штампованная композиция, напоминающая соты пчел. Исследователь без всякой цели положил на одну пластину точно такую же, с необыкновенными ячейками. И тут произошло удивительное. Деталька вырвалась из пинцета, повисла в воздухе пару секунд. После этого плавно упала на стол. Ученый скрепил проволочкой несколько крыльев, получив хитиноблок. И тут уже не только легкие предметы, но даже канцелярская кнопка легко зависала над блоком. А в какой-то момент она даже исчезла из вида, словно уйдя в другое измерение. Гребенников понял, что случайно натолкнулся на нечто неизвестное в науке. Так было открыто явление антигравитации. Позже ученый назвал свое открытие эффектом полостных структур. Два года потребовалось ему, чтобы из Вольберта-художника и прикрепленной к нему стойки с управлением секторами перекрытия полостных структур, сделать компактную летающую платформу на одного человека. Свой первый полет Гребенников совершил в ночь с 17 на 18 марта 1990 года. Вот как он описывает первый полет. Поднимался прямо с улицы, полагая, что во втором часу ночи все спят и меня никто не увидит. Подъем начался вроде бы нормально, но через несколько секунд, когда дома с редкими светящимися окнами ушли вниз, и я был метров 100 над землей, почувствовал себя дурно, как перед обмороком. Тут опуститься бы, но я этого не сделал. И зря. Так как какая-то мощная сила как бы вырвала у меня управление движением и тяжестью и неумолимо потащила в сторону города. С величайшим трудом я сумел с грехом пополам сделать аварийную перенастройку блок-панели. Горизонтальное движение стало замедляться, и лишь четвертого раза его удалось погасить и зависнуть над Затулинкой, Кировским районом города. С облегчением убедившись, что злая сила исчезла, заскользил обратно. На следующий день новости и сообщения по телевидению и в газетах были для испытателя более чем тревожными. Заголовки НЛО на Затулинкой «Снова пришельцы» явно говорили о том, что его полет заметили. Однако воспринимали феномен как светящиеся шары или диски. Другие утверждали, что летела настоящая тарелка с иллюминаторами и лучами. С тех пор изобретатель стал совершенствовать свой аппарат, предпринимая подчас весьма далекие, до 400 км путешествия в места природных заказников, где он продолжал исследовать насекомых. Как правило, полеты происходили в летнее время. С 1991 по 1992 год антигравитационная платформа служила автору средством передвижения со скоростью современного истребителя. В 1993 году известный журнал «Техника молодежи» опубликовал статью «Ночной полет на гравитолете». Там впервые были описаны принципы и опыт полета, а также фотографии самого гравитолета. С тех пор популярность ученого в последней жизни обывателей начала только возрастать. Это время было не самым благоприятным для ученых. Денег на науку в государстве не было. Оклады научных работников превращались в ничто, но даже выплаты этих копеек задерживались месяцами. На свою просьбу оказать помощь ученый получил отказ. Гребенников вынужден был довольствоваться статусом изобретателя-одиночки. До самого последнего дня ученого не переставали преследовать последователей его идеи. Весной 2001 года из-за перенесенного инсульта ученого не стало. Уже после смерти Гребенникова нашли свидетелей полетов ученого и Михаила Довгаля, сделавшего уникальные фотографии Гребенникова на взлетевшей платформе. Но никто из них дать ключа к тайне не мог. Поиски записей или архива ученого оказались безрезультатными. Или они были уничтожены, или же доверены человеку, который не стремится их публиковать. А что думаете вы? Напишите свои комментарии. Друзья, вы были на канале Балеслав Лайф. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!